На этой неделе мы вспоминаем Иова Многострадального, в день памяти которого родился государь-император Николай II. То здесь, в Николо-Угрешском монастыре, в музее, посвященном царской семье, мы в такой замечательной компании и поговорим о личности последнего русского императора, его семи тех временах и параллелях, которые можно провести с началом XX века. Я приветствую гостей нашей сегодняшней программы. Это митрополит Екатерин Глоргский и Верхоторгский Евгений, Владыка Христос Воскресе. Истину Воскресе. Личность Николая II. Вряд ли много мы можем назвать людей из истории нашего государства, из истории нашей церкви, которые вызывали бы такое количество обсуждений, самым разного характера, и на память которых была нанесена такая куча, такой объем клеветы, кривотолков, откровенного вранья. Владыка, почему именно этот император? Ну, знаете, мелочь, пыль, прах его не обсуждают. Служдают горы, восхищаются солнцем, звездами, величинами. И император и был, и есть величина, как земного порядка, так и небесного порядка. Сейчас очень нетрудно представить себе, приоткрыть некие обстоятельства жизни, жития государя-императора и понять, что происходило при нем, как воспринимали его личность, и что происходило после, после его блаженной моченической кончины. Почему? Дело в том, что очень времена схожие. Вот сегодня происходит перелом мира, перелом мировой истории, очень схожий по масштабу, по трагизму и, с другой стороны, по характеру противостояния добра и зла. Небес и преисподней. И сегодня выбор, который делают политики, который делают священнослужители, который делают граждане или не граждане, он очень схож с тем выбором, который люди делали вот сто, там, с небольшим лет тому назад. И когда мы говорим о главе нашего государства, о его жизни, о его правлении, о его решениях, которые были сто лет назад, чего мы не могли видеть, знать, мы только вот по каким-то публикациям, по документам, по источникам можем судить. И когда мы видим сегодня живого, здравствующего главу нашего государства, мы видим обстоятельства, в которых он принимает решения, мы видим решения, которые принимаются. И насколько диаметрально противоположные оценки личности деяниям даются сегодня. Мы видим, удивляемся, ну как так, ну почему вот такое отношение, на основании чего у вас смировалось такое негативное отношение, либо наоборот такое столь позитивное. Вот нам сегодня мы можем объяснить, понять в отношении сегодняшнего нашего правителя, сегодняшнего нашего президента. В свете того, что происходит сейчас, переносимся на 120 лет тому назад, смотрим на жизнь, житие, на деяния, на поступки, на выборы, нравственный выбор, в том числе, который совершал государь император Николай II, и очень многое становится доступно и понятно. И, конечно, та масса львиты, которая изливалась при жизни государя, она очень понятна. Вот почитаешь сейчас мировую прессу, видишь, до какой дикости суждений доходят люди. А ведь это все уйдет в историю. И через 20-30 лет назад, вот если люди будут читать западную прессу, у них будет представление о ныне здравствующем человеке одно. Мы будем читать нашу прессу, мы будем читать документы, исторические документы. Это будет совершенно другая картина. Вот такая же ситуация произошла за государем. подняли все самое худшее, все самое низменное, что можно было тогда придумать. И излили это на головы наших соотечественников, на головы, в умы людей, которые жили за рубежом. И попытались исказить светлый, иконоподобный образ государя-императора Николая. Поэтому вот на ваш вопрос, почему так? Он был великим человеком, он остается великим человеком. И он стал таким камнем преткновения людей, которые метутся, кто-то дальше дали от правды в заблуждениях, кто-то ближе к правде. Вот я так думаю, так сегодня примиряю. Таким образом я примеряю сегодняшние реалии на те исторические обстоятельства, которые нам известны из источников. Владыка, а есть ли сегодня для нас какие-то способы, ну хоть немного, хоть чуть-чуть прикоснуться к личности императора, понять его хоть в чем-то, как человека? Ведь да, это император, да, это святой, почитаемый во всей полнотой православия. Но это же и человек, и человек наш буквально единокровный, царь нашего народа. Он сам говорил, что неоднократно говорил и размышлял на тему того, что родился в день памяти Иова Многострадального. Его память, она совершается как раз на этой неделе, на которой выходит наша программа. Что еще? Какие образы? Какие мысли? Какие, возможно, его записи, которые бы вы обратили на них внимание, чтобы нам, сегодняшним, живущим в 2024 году, хоть немножко понять, что это был за человек? Ну, отчасти ответом на ваш вопрос является тот дом, те стены, то пространство, в котором мы сейчас находимся. Мы встретились не случайно сегодня в музее Святой Царской Семьи, в музее Государя Николая, в стенах старинного Николого Грешского монастыря. Мне здесь находиться очень так понятно и хорошо, потому что я, совершая служение в Екатеринбурге, имею возможность бывать в стенах музея Царской Семьи около храма на Крови, в музее Царской Семьи в монастыре на Ганиной Яме, где уже пытались стереть память, перетереть буквально с землей, смешать честные, святые останки царской семьи. И эти музейные пространства, это не просто там место, где собрали какие-то артефакты, чтобы они здесь находились в забвении. Это места, которые постоянно наполнены людьми. Вот там есть возможность подчеркнуть, прикоснуться своим сердцем к тем событиям, к тем словам, деяниям, эпохе, в которой жил Государь. И всякий раз, когда бываю в этих музейных пространствах, я перечислил лишь малую часть тех музеев, которые сегодня действуют, всякий раз мой ум, мое сердце находят для себя мотив. О, надо посмотреть, надо почитать. Что посмотреть, что почитать? Первое свидетельство о жизни Государя Императора для меня первым свидетельством стала книга, тогда она еще не была издана как книга, готовясь к изданию «Чудеса царственных мучеников». Это было еще до канонизации царской семьи, когда один наш очень досточтимый, уважаемый, любимый мною священник, пастырь, протерей Александр Шургунов подъял на себя труд собрать свидетельство об участии уже в Царстве Небесном, находящейся в святой земле, в святой семье царской, в жизни людей через чудеса. Десятками, сотнями приходили в храм святителя Николая в пыжах письма, эти письма тщательно вычитывались, сортировались. Есть какие-то эмоционально странные свидетельства, они откладывали в сторону, а были те, которые не вызывали, даже те есть сомнения, что действительно вот такое чудесное, чудесное встрече, чудесное общение с царской семьей у тех или иных людей произошло. Сейчас у наших современников, это свидетельство из глубины десятилетий 20 века, современники, на сударе императора. И вот я знакомился, тогда еще совсем юным человеком, знакомился с царской семьей через это удивительное, сакральное участие государя, государыни, цесаревича, великих нежон в жизни церкви, церкви земной, ныне живущей. Это было первое знакомство, которое стерло даже какую-то малейшую тень того, что государь или царская семья могли быть людьми, ну скажем так, ошибающимися, отступающими в чем-то от заповедей, от заповедей Божьих, от желания поступать по воле Божьей, узнать и исполнить. Вот буквально так. Поэтому, конечно, я порекомендовал бы прикоснуться вот к этому замечательному двухтомнику. Эти письма были буквально несколько назад переданы из архива храма святителя Николая в Пыжах в библиотеку, в архив монастыря святых царственных страстотерцев на Ганиной Яме. Сегодня они там в подлинках находятся, а книга, она есть. Я очень рекомендовал с ней познакомиться. По крайней мере, для меня это была удивительная, живая встреча с живыми святыми людьми. Все, что было после этого, дневники государя, государы, их письма друг к другу, свидетельства современников о царской семье. Знаете, даже после этого, после прочтения вот этой книги о чудесах царской семьи, когда я читал то, что мы называем клевету на государя, пасквили, которые сочиняли их современники, либо уже те, кто жили после царской семьи, как-то они не могли пробить, я бы сказал, некий иммунитет святости, который сформировался от вот такого удивительного знакомства с царской семьей. Очень убедительным для меня стало знакомство, прям такие сборники исторические по результатам государственной деятельности, государя как руководителя государства, по тем успехам, прорывам, достижениям, которые были, по проектам, которые были реализованы за короткое время в царстве государя-императора, начиная с прироста населения на 50 миллионов. И продолжая, вот отец Никон упомянул и про электрификацию, и про единственную в мире, вот это, надо сказать, единственную в мире, построенную от начала до конца железную дорогу, Транссиб. Буквально недавно я читал обзоры железнодорожных современников Транссиба в Европе, в Америке начинали, хотели построить из точки А, с точки Б построили где-то посередину, вменили это до середины, вменили это себе в веки достижения. Государь-император и народ, вводимый им, ну вот такие простые земные достижения. А что касается веры, благочестия, да, его не понимали современники, потому что трудно понять людям, которые ищут земного, понять человека, который руководствуется небесным. Государь именно таким образом поступал. Он понимал, что не случайно, да, действительно, его рождение, день рождения и день памяти святого Иова многострадального, житие, которое он знал, любил, размышлял о нем, это не случайно. И он был готов исполнять без ропота волю Божию, даже если она будет связана с теми состраданиями, подобными святому Иову многострадальному. И он это, Господь ему дал возможность вкусить от этой чаши. Индивительно, в этом году, ну, совпадение, ну, наверное, это можно назвать совпадением, то, что Пасхалия 2024 года и Пасхалия 1918 года, они совпадают полностью. То есть Пасха в 1918 году, она была 5 мая. И поэтому все события последних дней царской семьи с момента прибытия государя в Екатеринбург 30 апреля, в Великий вторник и далее в Великий четверг записи государя в дневнике Пасха Христовой и дальнейшие все дни, они буквальным образом календарно совпадают. И вот мы сейчас, я сейчас так смотрю, читаю, публикую в Телеграм-канале записи, напоминая нашим современникам о том, а что происходило сегодня, вот в этот день в Доме особого назначения Ипатьева. Я читаю, и сердце просто утешается, согревается. Вот образец, как христиане, мы читаем про древних христиан, что они молились, находясь в темнице. Я читаю про царскую семью, что они сохраняли мирный дух. Они не бунтовали, не отчаивались, плакали, плакали. Но христианину свойственно плакать, блажение плачущие, як идти утешиться. Они читали Священное Писание, они размышляли о нем, обсуждали, искали возможности помолиться, пригласить священника. Вот этим был наполнен духовный внутренний мир царской семьи. И поэтому, возвращаясь к вопросу, Иов многострадальный показал образ страдания, того страдания, которое человек принимает из рук Божьих. Но ведь его житие завершается невероятной славой. Славой, которую обрел Иов в очах Божьих и в земных своих деяниях. Тогда, когда Господь его испытал, закалил и вернул ему все то, что, как казалось, он потерял. Я не сомневаюсь, что сегодня святая царская семья в великой славе утешается, в великой силе ходатайствует и борется за свою землю, за свое царствие. Помогают нам. Они сейчас рядом с нами. И здесь пребывают не только в замечательных портретах, документах, книгах, которые собраны в этой музее, но и невидимым образом пребывают здесь. Поскольку мы о них говорим, наши телезрители тоже находятся в этом сакральном пространстве пребывания царской семьи. Для меня всегда особенным потрясением и радостью является пресный ход на царские дни. Довелось неоднократно бывать там, и это, конечно, чудо. Это что-то невероятное, потому что вне зависимости от того, будний это день или выходной, хорошая погода или плохая, люди за свой счет берут отпуска, отгулы, иногда на последние деньги покупают билеты, чтобы прилететь, приехать в Екатеринбург. И своими ногами, своими молитвами свидетельствуют о почитании царской семьи и о своем отношении к тому времени, к нашему времени и, что называется, к вечности. И таких людей десятки тысяч. Это невероятное ощущение. Их никто не собирает по разнарядке, не обещает отгулы на работе или зачеты в институте, или деньги. Они приходят сами. Владыка, это происходит на ваших глазах. Вы служите эту божественную литургию под открытым небом, рядом с храмом крови в сердце Екатеринбурга, и потом возглавляете этот крестный ход, эту огромную вереницу людей. Что вы в этот момент чувствуете, как архиерей? На момент начала богослужения, в святую ночь, в сакральную ночь 17-го на 17-е июля, я, честно говоря, чувствую очень большую усталость. Потому что царские дни, они начинаются не 17-го, не 16-го, не 15-го июля. За месяц до этой даты, до месяца до царских дней начинается не случайная, заранее подготовленная целая череда событий, богослужений, выставок, встреч ученых, историков, культурные мероприятия. Это очень насыщенное время, буквально каждый день 2-3-4 события, не мероприятия, события. И вот к этой ночи, я знаю, что приходишь совершенно без сил. И вот здесь происходит нечто. Происходит нечто, что ночное богослужение, литургия. Тем более, надо понимать, что раз тебе церковь вручила какое ответственное служение, быть правящим архиереем на святой Уральской Екатеринбургской земле, значит, все, что происходит, это твоя ответственность. Начиная от встречи архипастерей, которые приезжают, священников, которые во множество приезжают. И продолжая и расширяясь до каждого и каждого раба Божьего, который вот здесь вокруг храма собрался, о том, есть ли ему где отдохнуть, есть ли ему вода, чтобы попить, есть ли ему хлеб, чтобы укрепиться. Вот это все у тебя в голове, в сердце и в конце концов в ногах и руках. Но этой ночью происходит всякий раз такое удивительное чудо, когда человеческая вот эта немощь осталась, она вдруг как дрова, которую положили в печь, и оно начинает из этих дров, пламя, тепло, свет, исчезает эта усталость и появляется вот некая движущая сила, которая тебя собирает обратно, делает тебя человеком, оставляет твое внимание туда, куда надо во время божественной литургии. И далее вот весь крестный ход действительно проходит на одном дыхании. Тем более, когда видишь 2018 год, когда на столетие святейший патриарх Кирилл возглавил шествие крестного хода. Когда спустя, к моему, год приезжает, приходит сначала весть о том, что митрополит ташкентский, узбекистанский Викентий сломал ногу, и впервые за десятилетия он не будет участвовать ни в службе, ни в крестном ходе. Но вдруг владыка Викентий со сломанной ногой приезжает, возглавляет службу со сломанной ногой, а потом на костылях начинает движение крестного хода, возглавляет крестный ход, понимая, что понять это невозможно, кроме как самому оказаться и самому понести. Это такое свидетельство о том, знаете, как есть олимпийские чемпионы, которые высоко прыгают или быстро бегают. А это некая движущая духовная сила, которая здесь явным образом перед тобой, очевидно, проживает, живет, горит. Поэтому Божия сила, она действует, она присутствует. Ты становишься ее свидетелем, носителем. Каждый участник крестного хода, и вы тоже упомянули про свое участие, вот он переживает вот это удивительное единение. Сейчас, когда Михаил Борисович говорил реплику, мне интересно тоже пришла мысль, мы говорим о почитании царской семьи, о нашем понимании или непонимании их жизненного пути. Буквально на днях была интересная такая образовательная конференция, где мы обсуждали. Вы же помните, что первым указом, который подписал наш президент, после восшествия на, так сказать, после того, как он дал клятву обет народу, 7 мая, 8 мая 2024 года он подписывает указ о государственных мерах по историческому просвещению. Читаешь этот указ, удивляешься, что мы созрели до того, чтобы наш руководитель вот такие задачи поставил по историческому просвещению, по сохранению исторической правды русского народа. Государство образующего там. Государство образующего народа. Впервые, кстати, вот это словосочетание, наконец, было прописано от руки президента русского государства образующего народа. И в свете того, что сказано в этом указе, вот у нас сейчас проходит образовательная конференция по высшей школе. Чему учат в части гуманитарных наук в высшей школе? Социология, политология, история. И чему учат в общеобразовательной школе? И вот там замечательный тоже наш современник-историк Егор Холомогоров, он представил линейку исторических учебников по истории. Каким образом, ну вот он так анализ сделал, как рассказывается о России еще в действующих сегодня учебниках истории? Знаете, как волосы начинают шевелиться? И я понимаю тезис, который звучит во время вот этой презентации. Он говорит, Россию, нашу страну сегодня спасают троечники. Почему? Как, почему троечники? А ответ очевиден. Ребенок, который, если он действительно будет внимательно, искренне, глубоко читать, изучать и верить тому, что написано в школьных учебниках по истории, о нашей стране, о наших правителях, о русском народе и о других народах, которые окружают, то деформация, которая происходит с таким усердным учеником, она не дает ему возможность отразить, осознать, принять правду, а какова полюбить нашу историю, наш народ, стать носителем русского мира. Такие люди, к сожалению, они становятся либералами, протестунами, эмигрантами и прочий, прочий список, который не хотелось бы продолжать. А те вот троечники, которые не читали учебники, которых учила кого-то семья, кого-то жизнь, они оказываются теми, кто способны, да, может быть, не восприняв какие-то вот эти школьные, холостические изложения по истории, по литературе, там, своей первой, они способны открыть книгу и прочитать и поверить той правде, которая сохранена в памяти вот в этих замечательных творениях о государе, о царе, о России, о русском мире, о русской идее, о правде Божией, буквально так. Я увидел вот в этом указе вот такую вот зарю некой надежды, что все-таки мы, если будем исполнять то, что там написано, что мы можем прийти все-таки к сохранению исторической правды. Мы придем к поколению, минимум два поколения потеряли вот за прошедшее после 90-го, 91-го годов время, потеряли. Это люди, которые в большинстве своем не знают, не любят, не хотят. У нас есть такая сейчас возможность, чтобы узнали, полюбили и захотели сохранить Россию, развить Россию. Развить Россию именно как систему координат русского мира, которая в себя вмещает и евангельскую Божию правду, и красоту культурную, историческую, которую нам передали наши предки. И вот эту благоверность правления, желание быть благоверным на всех уровнях власти, там социального положения благоверность, чтобы быть продолжателем этого русского мира, который нам достался по наследству. Это замечательный итог нашей сегодняшней беседы, Владыка. Вы замечательно соединили историю, настоящее и будущее. Я каждого благодарю за этот разговор. И, конечно же, можем ли мы пригласить зрителей телеканала «Спас» в этом году, раз уж совпадает пасхалия с 2018 годом, сугубо тоже постараться прибыть на царские дни в Екатеринбург. Двери наших сердец и двери наших храмов открыты. Ждем на царские дни. Я, кстати, напомню, если кому-то интересно познакомиться, а что такое, там Владыка говорил, царские дни, там какие-то проходят мероприятия. Вот для того, чтобы открыть возможность узнать, мы даже разработали такое приложение для смартфона, которое называется «Царские дни». Приложение, в котором мы отражаем заранее, выкладываем всю программу всех выставок, конференций, культурных каких-то встреч, богослужений, безусловно, царские дни, начиная с июня месяца и заканчивая там уже после казанской иконы, у нас примерно тогда заканчивается, завершается празднование царские дни. И увидит там, где, когда, на какую встречу, на какое богослужение можно прибыть, когда проходит малый крестный ход от станции Шортаж до храма на крови, когда начнется царский крестный ход и какие еще события будут всему этому сопутствовать. Поэтому я приглашаю познакомиться, оценить возможность. А если нет возможности сесть на поезд, самолет, автомобиль или приехать в Екатеринбург, включайте трансляцию телеканала «Спас», и я думаю, что вы богато будете утешены, насытитесь тоже вот той богатой повесткой, которая раскрывается в эти дни. Это программа «Русский мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова